Показать и обсудить самые интересные проекты общественных пространств, новые идеи и объекты комфортной городской среды. Самара принимает российский летний ландшафтный форум. Участники, приехавшие из разных регионов страны, смогут увидеть лучшие практики оформления общественных территорий областной столицы и поделиться советами по благоустройству и озеленению городов. Похвастать нам действительно есть чем. Это наши территории, которые мы благоустроили, это замечательная вертолетка. Это сквера Ксаковы, это, безусловно, сад Баланса. А какая у нас прекрасная набережная, там тоже есть чем похвастаться. Совершенно точно люди уедут отсюда с новыми знаниями, с новыми умениями. Ну и, конечно, и мы приобретем и знания, и умения, и, может быть, получим ответы на вопросы, на которые у нас пока нет ответа. Сегодня для всех общественных пространств разрабатывают индивидуальный дендроплан. Городские власти работают с архитекторами, агрономами, дизайнерами. В результате каждое место становится уникальным со своей атмосферой. Например, одно из любимых мест горожан – вертолетная площадка в Самаре, откуда открываются удивительные панорамы на Национальный парк Самарская Лука, акваторию Волги и Жигулевские горы. Огромные слова благодарности нашему губернатору Дмитрию Азарову за то, что он придал нам решимость зайти на эту территорию, потому что территория действительно очень сложная, она многотеррасовая. И вам, конечно, эту территорию оцените. Мы-то ее и любим абсолютно точно и искренне. Здесь все приближено к природному рельефу. Разработаны маршруты и сценарии пребывания для всех групп населения. Созданы дополнительные смотровые площадки и террасы для обзора и фотосессий. Растительное наполнение учитывает разнообразие местной флоры. Это практически луговое разнотравье. Это ландшафтный комплекс, прилегающий территории к филиалу Третьяковской галереи. Интересный тоже объект, довольно новый, современный. Он в авангарде даже, может быть, в каком-то смысле. Вот сад баланса, если мы говорим. Яблоны, сквер мы нашим гостям будем показывать. Совершенно новый, просто в этом году еще только-только сделанный. Чуть-чуть, может быть, он еще не набрал сил, но тем не менее уже считается. Считается вот этот садовый променад городской, где растения во всей красе будут себя показывать, сменять с сезона к сезону. Среди участников форума не только архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают идеи, но и те, кто помогает их воплощать. Производители растений, поставщики малых архитектурных форм, оборудований, материалов для городского озеленения. Все они объединены общей идеей создать комфортные условия для жизни горожан. Люди после трудового дня не должны жить в каменной джунгле. Все-таки ходить среди деревьев, кустов, петь должны птицы. Для людей, для жителей города нужны общественные пространства для отдыха. А парки, скверы? У нас 177 общественных пространств. Это и парки, скверы. Я думаю, что все жители Самары должны гордиться этим. Зеленый город – это не только комфорт и гордость жителей, но и туристическая привлекательность. Очень приятно, что этот форум проходит на самарской земле. Причем он проходит, пожалуй, в первый раз после того, как отменены в полном объеме пандемийные ограничения. И, соответственно, именно город Самара может сегодня показать свои возможности, может сегодня поделиться своими наработками и, самое главное, вовлечь в туристический оборот и представителей тех регионов, которые представлены в виде делегатов этого форума. У нас прагматика. Наш город должен максимально расширять свои туристические возможности. Ландшафтный форум продлится три дня. За это время участники увидят реализацию лучших дизайнерских практик в Самаре, прогуляются по знаковым местам, творцом которых выступает не только природа, но и сами люди. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.